хочешь изменить свою жизнь прям конкретно хочешь ее менять начать менять начиная ее можно четко по этапам можно конечно скакануть если ты на это способен особенности допустим материальный человек как определить материальный человек вот следующий этапа духовный материальный человек и духовные отличия то есть наличие крестика или там особенности в штанах как говорится не является не показатель того что ты духовный человек духовный человек это тот кто свою жизнь свое мироустройство меняет постоянно то есть тот который из парадигмы материальной перешел допустим парадигму духовной и вот духовный человек он все время занимается каким-то совершенствованием но бывают и духовные люди которые не занимаются совершенствованием они уходят в этот духовный мир до застревают в определенной парадигме концепции духовной да и там застревает надолго там они могут всю жизнь проковыряться если ты конкретно хочешь изменить свою жизнь вообще кардинально тебе нужно идти по определенным этапам допустим возьмем что ты материальный человек но ты задумывался там еще что-то когда-то там о боге там еще что-то есть то есть ты хочешь примут изменений ты готов ради этого менять свое мироустройство потому что материальный человек зачастую он не хочет ничего менять то есть его устраивает все на самом деле духовный человек он свое мироустройство начинает менять чем нет на телефон пишет и тот материальный человек который решил меняться ему нужно идти четко по этапам первое что тебе нужно сделать это завязать сто процентов навсегда завязать со всеми интоксикациями что у нас является интоксикациями конечно когда люди уходят глубоко в духовные процессы да то есть их там концепция какая-то их поглощает они даже это интоксикации называют кофе чай и так далее забей на это тебе главное избавиться от основных интоксикаций это алкоголь и наркота любые виды алкоголя и любые виды наркоты помни что алкоголя нету безвредных доз их не существует на самом деле тебе нужно от этого избавиться только как ты от этого избавишься допустим ты материальный человек я рассказываю свой свои этапы которые на протяжении десятилетий происходили как только ты избавляешься от интоксикации у тебя начинает включаться интеллект потому что пока ты употреблял он все время стоит в начальном таком где-то остановился там в подростковом возрасте или когда этапе и тут 20 там 30 или старше годам у тебя начинает включаться интеллект как ни странно да он только начинает включаться и через какое-то время через несколько месяцев еще что-то у тебя начинают проявляться процессы задаваться вопросы о жизни вообще на хрена я здесь живу и так далее и эти вопросы сами собой начинают появляться потому что ты включил свой интеллект он начал работать и ты начинаешь задаваться разными вопросами и следующее что надо сделать это читать обязательно читать и очень важно прочитывая те или иные концепции концепции верования еще что-то допустим христианство там мусульманство еще что-то буддизм неважно какая концепция какое верование ты не должен на этом останавливаться то есть ты не должен зациклиться на этом да но можете так зайти что ты можешь в этот момент понять что раньше такого не было и со мной случилось я вижу что это истина я помню такие свои состояния да что ты понимаешь что ты нашел истинное учение запомни человек который пересобирал прошел все эти учения это не истина и ты если будешь дальше развиваться и читать определенные книги твое мировое воззрение будет меняться возможно быстро возможно не очень быстро главное не зацепиться за догмы которые нам насаждают религия потому что религии наш нужно тебя удержать но ты не должен зацепиться допустим ты прочитал библию но на тяжел этом были тысячу страниц ну прочитай хотя бы начало хотя бы понять чё к чему да там до авраама или еще что такое и прочитай новый завет новый завет он просто классный все что там с иисусом связано это просто охрененно и он легко читается если не хочешь книжку читать блин аудиокниг просто как как говни говна за бани да их просто немерено прочитал ветхий завет потому что основная масса людей которые христиане еще что-то они даже элементарно ничего не читали то есть им просто кто-то что-то напел прочитал ветхий завет и возьми и прочитай коран блин аудиокнигу возьми их в интернете просто море и ты поймешь что суть между кораном и библии то на танка и практически нету и тот самый коран это писание истории иисуса и пророка короче но это очень интересно потом не останавливайся не за не зацикли не зацикливайся на этом и прочитай буддизм толстенная книга офигенная суперская философия потом не останавливайся и прочитай махабхарату или интерпретацию махабхараты там кришнаитов она есть до пропадает там ее интерпретирует или прочитай посмотреть фильмы многосерийный сериал махабхарата офигенно вообще они офигенно классно сняты все это еще восьмидесятые года махабхарата просто офигенный сериал не останавливайся на этом там ты можешь конечно побывать христианском храме может везде побывать но ты можешь не погружаясь и не идя там кришнаитом в храм христианский еще куда-то ты можешь все это прочитать дома дома можешь погрузиться в эту атмосферу где даже ходить никуда сейчас не надо наше время это вообще благословенное время я просто охереваю над этим вот этим нашим временем тебе все доступно капец просто миллиарды книг я просто просто в ахере от этого и дальше ты все время идешь человек который осознает себя да он вообще не останавливается потом какие-то философские трактаты очень много мудрецов там просто море потом идешь идешь все дальше и могу за травочку дать да конечно чтобы ускорить ускорить свои допустим процессы но это может быть сложнее кстати это может быть сложнее а кому-то может быть быстрее ты можешь начать узнавать про осознанность все что связано с осознанностью и когда ты если ты готов допустим перескочить духовный этап не окунаясь в библию коран буддизм и так далее ты можешь сразу идти и заниматься осознанностью но это все если ты готов меняться если ты хочешь меняться прям реально меняться у тебя реально начнет меняться жизнь запомни сразу же как только ты избавишься от интоксикации у тебя сразу же отвалится основная часть всех твоих друзей если блин не все они останутся но тебе просто будет уже с ними неинтересно потому что будешь на них смотреть как на дураков когда они допустим начинают пьянку какую-нибудь там гулянку или еще что-то в праздник тебе просто станет там просто неинтересно ты будешь наблюдать как люди превращаются в пьяных людей да ну я их людьми уже не называют уже животные в этом ну когда они превращаются в них да потом после эпохмелки они немножко строятся людьми вот и реально твоя жизнь начнет меняться и чем глубже ты будешь погружи погружаться тем сильнее она у тебя будет меняться и когда на самом деле ты дай дерью дойдешь когда ты начнешь избавляться от навязанных каких-то догм когда ты будешь заниматься осознанностью ну жизнь начнет меняться сразу же как ты начнешь избавляться допустим от экстит интоксикации и если даже погрузишься в духовный мир у тебя уже начнет меняться жизнь и если ты займешься осознанностью и будешь узнавать что это такое интересоваться твоя жизнь будет просто кардинально меняться прям вообще на сто процентов все будет такую очень мощно кто-то скажет как моя например жена да такая я буду давай занимайся это давай это вот осознанность там книгу там книжка по осознанности еще что-то она такая как она сказала я хочу пожить я пожить хочу то есть представление обычных материальных или духовных людей когда ты начинаешь заниматься осознанностью ты перестаешь жить жить перестаешь но расскажу вам страшную тайну что жить ты начинаешь только тогда когда ты занимаешься осознанностью это уже следующий этап это до материального и следующий после духовного нас три этапа материальный духовный и осознанность и жить ты начинаешь только на третьем этапе реально жить не нестись как у горелой к зарабатыванию денег потом после зарабатывания денег ну как у материальных людей до начинаются духовные процессы и ты ноешься носишься в этих духовных процессах то есть очень можешь погрузиться сильно но ты можешь сразу взять и заняться осознанностью твой мир сразу кардинально изменится абсолютно и чем сильнее и глубже ты начнешь погружаться в осознанность тем больше и явней ты начнешь жить только тогда и только там ты живешь это без вариантов абсолютно без вариантов потому что ты начинаешь избавляться от навязанных обществом ситуации всем остальным воспитанием концепций и начнешь от них избавляться постепенно у кого-то быстро это происходит и твоя жизнь будет меняться и ты будешь жить в эти моменты когда начнешь себя осознавать в том или ином виде так что вспомни есть только жизнь между прошлым и будущим именно именно а есть только миг между прошлым и будущим именно он называется жизнь миг между прошлым и будущим только здесь и сейчас ты живешь ты не можешь жить ни в прошлом не в будущем когда ты в прошлом тебя здесь нет когда ты в будущем тебя здесь нет здесь ты можешь быть только здесь и сейчас я сейчас живу вот иду записываю видео и только в этот момент я живу в другие моменты я не живу я или нахожусь или в прошлом или в будущем или вспоминаю свои трагедии или еще что-то или хорошее или мечтаю о лучшем будущем или о плохом будущем но тебя все время нету только здесь и сейчас есть только миг между прошлым и будущим именно он называется жизнь песня советская помните санникова поход санникова так вот вот вам простейшая инструкция как изменить свою жизнь кто бы как не говорил что я хочу пожить бред ты живешь только когда ты меняешься и когда ты меняешься именно в ту степень и в ту сторону когда ты становишься осознанным и только когда ты осознанный только тогда ты живешь друзья подписывайтесь на дзем на дзен подписывайтесь на телегу на вконтакте на одноклассники на рутуб потому что youtube у нас хотят прикрыть ребята переходите подписывайтесь на канал и мы с вами будем рассматривать интересные моменты пишите комментарии я отвечаю стараюсь ответить на комментарии видео поэтому мои видео будут очень часто это ответы на вопросы так что менять свою жизнь меняйте ее всегда лучшему к лучшему это жить здесь сейчас пока ребят вот вот